приветствую вас на канале games forever мы продолжаем прохождение секрет материал тунгурска спасибо что смотрите мое прохождение продолжим спустимся вниз на лифте камера камера наблюдения надеюсь макс не забывает проверять мониторы на пульте охраны труба холодная кто-то сломал ручку открывающие закрывающую клапан остался только пруд я не смогу открыть или закрыть и вентиль голыми руками поделал я нарезала резьбу на прути я не могу это отломать какая огромная сосулька осадим ее из-за двери доносится голоса пока у меня нет как минимум целого войска мне туда лучше не ходить туда цель в центре комнаты висит железная цепь для чего понятия не имею возьми ручка тут две надписи осторожно взрывоопасно и избегать контакта с водой для такого опасного содержимого баки явно смотрится хиловато надеюсь крышка не откроется предупреждающий знак о том что вода при попадании на это вещество может вызвать химические реакции краска так и лезет знак закреплен краска а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, идем дальше Закручиваю Закручиваю Радиатор Радиатор булькает и остается холодным Кажется, в трубах недостаточно воды В нагревателе не зажжен огонь Что ж, поищем кнопку Так, это должно сработать Радиатор Уже должно было стать теплее Но радиатор только булькает Наверное, в трубах недостаточно воды Если мой план осуществится И Макс поймет подсказки Нагреватель заработает Трубы нагреются И сосулька между ними тоже Лед начнет таять Вылетит из трубы И если повезет, столкнет бак с полки на пол Как только крышка бака откроется Взрывоопасные химикаты Вступят в контакт со льдом на полу И... Отличный запал При условии, что я сумею выбраться отсюда Надо будет снова закрыть вентиль Иначе здесь все взлетит на воздух Вместе со мной и Максом Вода, огонь В нагревателе нет воды Надо попробовать Найти блок управления подачей воды Надеюсь, это был правильный переключатель Вот черт! Нина, берегись! Значит, я не ослышался Дамочке действительно удалось освободиться Тогда пошли Шеф просто жаждет с тобой познакомиться А-а-а, мадемуазель Калембева Наконец-то мы с вами встретились Простите мои дурные манеры Я бы уже давно вам представился Но, как видите, у меня сейчас очень много забот Позвольте представиться Массимо Гартузо Похищения Нападения при отягчающих обстоятельствах И какие еще приказы вы там отдавали Это вы называете хорошими манерами? Нет Но особые обстоятельства, к сожалению, требуют особых мер Раз уж вы здесь Могу я предложить вам место в первом ряду? Нас ждет мировая премьера Спасибо Но мне это неинтересно Тогда вы многое потеряете Вы могли бы стать свидетелем того, как моя новая маркетинговая политика Поведет человечество в счастливое будущее Сгораю от нетерпения И правильно Думаю, вам знакомы такие ситуации? Вы мучаетесь днями напролет, решая, какое именно платье вам купить А потом ссоритесь с другом, решая, какой диван вам приобрести Красный или зеленый? Мне не нужен диван Тем более зеленый Я избавлю человечество от подобных проблем Промыв людям мозги? Я называю это помощью в принятии решений У людей не только станет меньше проблем У них появится больше времени, чтобы сконцентрироваться на действительно важных вещах Вы должны признать, это очень благородный жест с моей стороны Я должна признать, что вы еще не нормальнее, чем я думала Вас волнует лишь то, как продать свой товар А на людей вам глубоко наплевать Как жаль, что вы не оценили мои планы Впрочем, не важно Ваше мнение никому не интересно А теперь прошу меня извинить Мне нужно подготовиться к первому пробному прогону Позвольте дать вам небольшой совет Цените, что вам позволено наблюдать за этим представлением Вы должны насладиться своими последними часами на Земле И лишить вас такого шанса было бы низко, правда? Сосулька вот-вот выскочит из трубы Надо убираться отсюда, быстро Кажется, у меня есть то, что вам нужно О, запчасти от насоса Большое тебе спасибо За это ты умрёшь не больно Как мило, с вашей стороны Олег, быстрее поставь это на место Отпраздновать победу хотелось бы в тепле и уюте Хорошо Присмотрите за нашей дорогой гостьей Не думаю, что наша принцесса хочет от нас сбежать, правда? Нет, разумеется Здесь так, хорошо Ну, давайте Зарвим машину Где-то здесь находится ещё один источник радиации Если мы не сможем в ближайшее время взять его под контроль, придётся остановить эксперимент Ещё одна из камер видеонаблюдения Грузовой кран Отсюда я не смогу управлять краном Отсюда идёт управление всем проектом Вряд ли это собрание благодетелей человечества с радостью примет меня в свои ряды Думаешь, кран поможет нам сбежать? Посмотрим, удастся ли Ничего лучше я предложить всё равно не могу Так что давай попробуем Удачи, Нина! Наверху становится теплее Шампанское уже на льду Это означает, что нашему банкету теперь ничто не помешает Праздник придётся отложить У нас серьёзные проблемы Чёрт возьми, что это было? Уверен, это всё из-за маленькой крысы С играми покончено, тебе конец! Прости, что подозревала тебя Но Олег так убедительно всё говорил Всё в порядке Я не держу на тебя зла Идём, нам нужно возвращаться к самолёту Сектанты, наверное, уже ждут нас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Многие месяцы отец Нины пытался найти научное обоснование тому, что произошло. В конце концов ему пришлось сдаться и признать, что на свете есть вещи, которые формулами объяснить нельзя. Несмотря на это, а может быть именно по этой причине, одна маленькая кинокомпания очень заинтересовалась его историей. После встречи с сектантами уборщик Эдди немедленно вступил в общество анонимных алкоголиков и с тех пор не пьет. Он нашел применение своему удивительному голосу и часто озвучивает гоблинов в компьютерных играх. Сначала Лиза хотела стать фотографом, но у нее ничего не вышло, поскольку она так и не научилась менять в камере батарейки. Она пробовала работать курьером-велосипедистом, но через пару часов ее карьера внезапно закончилась. Лиза проколола шину, а залатать ее на этот раз было некому. Теперь у нее есть маленький ларек в Берлине, где она продает магнитики в виде хомячков. К тому моменту, когда полиция добралась до музея, труп Каннского бесследно исчез. Увидев амулет, Макс понял, что инспектор принадлежал к той самой таинственной секте, о которой после вторжения в Антарктику никто ничего не слышал. Цели, которые преследует эта секта, и сейчас остаются тайной. Можно ли считать, что они действовали во благо человечества? И неужели они действительно исчезли? Сантехник сумел раскрыть обман Нины вовремя и работу не бросил. Неделей позже он выиграл в лотерею по-настоящему, развелся с женой и теперь совершенно счастлив. Машинист Карпин из-за своего опоздания лишился работы и без проблем нашел новую в Германии. Сейчас он водит ежедневный поезд по маршруту Гамбург-Билефельд. Выкурив за время совместных перекуров еще 2376 сигарет, рядовые Романова и Юшин решили бросить курить. Теперь они проводят время, наклеивая друг на друга антиникотиновый пластырь. Однако слухи о скорой свадьбе никак не подтверждаются. Агенты Фетисов и Роденков ушли из ФСБ и открыли в Москве бутик, в котором продают дизайнерские мужские костюмы. Во время ужасного крушения ни один из пассажиров не погиб. Все оказалось не так страшно, как выглядело со стороны. Ученые до сих пор ломают голову над результатами анализа гениально подделанными Ниной. Доберман Пинчер не упустил своего шанса и сбежал. Сейчас он, подобно одному из своих предков, живет на торфяных болотах в Англии и наводит ужас на окрестное население. Бармен Убрайан был сбит прямо у дверей своего заведения грузовиком, за рулем которого сидел пьяный водитель. Он бросил свою работу и теперь преподает риторику в Дублинском университете. Доктор настоятельно рекомендовал рыбаку Фоули заняться своим здоровьем. Теперь он рыбачит исключительно в солнечную погоду, то есть дважды в год, и пьет только односолодовый шотландский виски. Когда паб закрылся, Клаус оказался на улице. Много месяцев он бродил по свету, бездомный и потерянный, пока не обрел смысл жизни и дом в маленьком немецком городке Гештахт. Он стал разработчиком компьютерных игр в жанре квест. Охранник Фернандо работает над новой серией картин – тысяча различных стадий роста финиковой пальмы. Благодаря приложенным физическим усилиям, сестра Сабрина выиграла выборы и стала мэром. Однако через 9 месяцев ей пришлось уйти в отставку в связи с рождением ребенка. Спустя недолгое время после событий во внутреннем дворике, больной Пуйол установил мировой рекорд в постройке карточных домиков. Теперь он постоянно появляется в разных ток-шоу, где мелит чушь и гребет деньги лопатой. Учтите, мы решительно отрицаем, что подобный жизненный путь – необходимые условия для того, чтобы сделать карьеру на телевидении. Рамон делает из морских раковин странные фигурки, черпая вдохновение в еще более странных рисунках Мануэля Перриса, и продает их туристам за бешеные деньги. Преступная четверка была в буквальном смысле заморожена на долгие годы. В результате массовый контроль сознания остается прерогативой одной очень популярной онлайновой РПГ. Все необходимые документы подписаны и скреплены печатью. Ждите новой встречи с любимыми героями в Тунгуске-2. Макс! А? Я уже сказала тебе спасибо? Нет, что-то не припоминаю. Я так думаю, в этом самолете должен быть автопилот. Запишем что-нибудь еще! Я тоже хочу тебе помочь. Я все равно не собираюсь ложиться спать. На том свете высплюсь. Так что, если я хоть что-то могу для тебя сделать... Я очень тебе благодарна. Я смотрю на тебя и... Черт, забыл реплик. Еще раз! Знаешь, чем разница между нами? На мне это смотрится красиво! Чудесно! Может, я делаю дерьмовое кино с дерьмовыми людишками, но это не значит, что я обожаю актерскую профессию. Я невыдающийся актер. И не исключительный. Я великий! Я великий! Я гений! То же самое, только получше! Есть! Ха-ха-ха! Реквизиток! На этот раз не приносите, пожалуйста, настоящую железную палку. Ну и шутник. Еще раз! Если глаза меня не обманывают, это варево теперь очень... напоминает... Отличная сцена! Я ненавижу поезда, так что извините. Давайте снимем еще раз. Спасибо, что смотрели мое прохождение и секретный материал Тунгусска. Я рад, что вы были со мной все это время. Жмите лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы встречаемся в следующей части. В следующем прохождении уже секретный материал часть 2. Спасибо. До новых встреч!